Несколько месяцев назад было много бурных дискуссий о том, как Samsung отображает состояние системной памяти на своих телефонах и планшетах. Те, кто не смог разобраться, разгоняли дезинформацию, что программное обеспечение Samsung использует более 60 гигабайт дискового пространства, но это оказалось ложью. Тем не менее, теперь Samsung меняет способ отображения данных о системном хранилище, чтобы люди не создавали проблему из ничего. В One UI 6.0 Samsung более точно отображает количество системной памяти. Вместо того, чтобы группировать несоответствие между заявленным и фактическим объемом памяти в систему, One UI 6.0 отображает ее как другие файлы. Так что, надеюсь, теперь-то люди не будут думать, что One UI у Samsung занимает до 60 гигабайт мест на их телефоне с памятью 512. Этот раздел «Другие файлы» представляет собой не что иное, как несоответствие между заявленным объемом памяти, измеряемым в гигабайтах, и фактическим способом измерения объема хранилища, так называемыми гибибайтами. Например, Galaxy S23 емкостью 256 гигабайт имеет 238 гибибайт, а именно их операционная система использует для расчета доступного пространства для хранения, а.к.а. фактического пространства для хранения. Эта разница в 18 гигабайт ранее была сгруппирована в систему, которая сама по себе занимает около 16-18 гигабайт, в результате чего получалось около 36 гигабайт на версии 256. Теперь One UI 6.0 точнее отображает показатели системы около 17,5 гигабайт. Для сравнения Pixel 7 Pro, который по мнению некоторых людей работает на чистом андроиде, имеет системный раздел размером около 16 гигабайт. Будем надеяться, что благодаря этому изменению пользователи смартфонов и планшетов Galaxy больше не будут жаловаться на то, что устройства Samsung используют слишком много места для своей операционной системы. На этом у меня все, друзья, спасибо, что посмотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. С вами был Гарри, всем удачи!